Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 544. Начертите равноведренный треугольник. Выполните задания 1, 2 и 3 из упражнения 543. Начертим равноведренный треугольник. Вот так, вот так. Обозначим его. И давайте запишем, что у нас АВ и ВС – это равные боковые стороны. В условии задачи 543 было сказано, что нам нужно построить центр окружности, вписанный в треугольник. Вписанная окружность – это окружность, которая касается всех трех сторон треугольника или, другими словами, стороны треугольника являются касательными к этой окружности. Центр вписанной окружности лежит в точке пересечения биссектрис. Причем нам достаточно построить две биссектрисы, чтобы получить их точку пересечения. Хотя на самом деле все три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Итак, чтобы построить биссектрису с помощью транспортира, мы измеряем углы. Ну вот угол А. У меня угол А оказался равным 62 градусам. У вас он может быть другой, но вы его измерьте с помощью транспортира. 62 на 2 – это 31 градус. Тогда я просто откладываю от луча АЦ, откладываю угол 31 градус и вот так черчу биссектрису. Мне ее достаточно продлить до точки пересечения с другой биссектрисой. Но я вот предполагаю, что на этом протяжении вот этой биссектрисы где-то будет точка пересечения. Теперь точно так же. Да, кстати, углы А и С в равнобедренном треугольнике равны. Значит, я угол С могу не измерять. Он такой же. Я черчу биссектрису. То есть я теперь отлучаю СА, откладываю угол в 31 градус. У меня это 31 градус. У вас это может быть другой угол. Я измерила, еще раз повторяю, углы А и С. Они у меня по 62 градуса. Итак, откладываю угол 31 градус, строю биссектрису угла С. Получаю точку пересечения. Это точка О. И вот это и есть центр вписанной окружности. Запишем, что ОА. ОА. И нет, АО. АО и СО – это биссектрисы. Можем записать угла А и угла С соответственно. Итак, центр О – это центр вписанной окружности. Следующий пункт, который нужно сделать, исходя из условий задачи 543, нужно найти точки касания, вписанной окружности со сторонами треугольника. Здесь мы воспользуемся теоремой такой, что радиус, проведенный в точку касания перпендикулярен касательный. Тогда, если мы проведем из точки О, проведем перпендикулярно АС, то это и будет радиус окружности, вот ОМ перпендикуляр, это будет радиус окружности и точка М – точка касания. Дальше из точки О проведем перпендикулярно АВ. ОН – это тоже будет радиус. И Н – это точка касания. И перпендикуляр ОП – это тоже радиус и тоже точка касания. Давайте запишем. М, Н и П – это точки касания. И последний пункт. Нам нужно построить окружность, вписанную в треугольник АВС. Построить такую окружность мы можем, потому что и центр ее, и радиус нам известны. Центр и точка О, а радиусы – это ОМ, ОН и ОП. По крайней мере, три радиуса вот у нас есть. Они совершенно одинаковые. Это радиусы окружности. И мы такую окружность можем провести. Вот она. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...